Там же основные места были над сценой. Да, там вообще... Самый главный зритель, который над сценой. Вообще вот эта история с глобусом, которую задеяли сегодня отсутствующие члены нашего общества, она будет длиться и длиться, потому что даже то, что уже было рассказано, немногое, что было рассказано, мне его страшно интригует. Да. Невероятно интересно. Потому что... И там одна вещь, которая мне запала в душу, и я вообще думаю, что всегда надо иметь в виду, когда читаешь пьесы или смотришь спектакль, и вообще думаешь о Шекспире, да, что это было такое живое, это было такое живое общение с настоящими. Да. То есть это было... Фактически можно сказать, что это даже была какая-то газета, типа газета. Вроде бы это идёт спектакль, идёт рассказ, но вокруг этого живая жизнь, и все знают, что в этот момент какой-то там, значит, там герцог такой-то, значит, проштрафился, что-то такое он там не то сделал, и вполне возможно, что в этот вечер об этом тоже будут рассказы. То есть это очень живая реакция на жизнь была. Вот это мне безумно понравилось, и думаю, что теперь и я, благодаря этому вновь конкретенному знанию прошлого раза, я, соответственно, совершенно по-другому стала смотреть на пьес шекспирский. Ну, в данном случае самый, как мне казалось, интересный момент меня ожидал. Я должна была на чём-то сосредоточиться, и я поняла, что я не могу не сосредоточиться на Аганте, потому что он на меня прямо хлынул. Вот. И, значит, что я хочу сегодня сделать? Хотела бы я сочить буквально следующую вещь. У нас как будто есть правило, что мы назначаем ведущего нашего заседания. Но вот видите, то, что произошло ещё за кулисами, того, как мы сюда, пока мы здесь не оказались, говорит о том, что мы растерялись. То есть у нас нет лидеров, у нас нет власти. Мы народ растерим, да? Власть будет в книге. Народ ждёт. Ну, в каком-то смысле, да. Но я решила сегодня сделать совершенно дикую вещь. Я решила стать изупатом. Прекрасно. Браво. Аплодируем. Понимаете? Аплодируем изупат. Я думаю, что сидящие здесь люди, все сидящие здесь знают, что такое изупат. Знаете, да? Я не сесть, знаешь? Ну, значит, соответственно, мы все обязаны рассказать это Елисею. Почему? Потому что ровно для того мы здесь и существуем. Не для того, чтобы козырять собственными знаниями, да? А кого-то, кто не знает, просветить и этому сказать. Значит, узурпатором, ну, это очень давнишнее, очень давнее слово, оно идёт от латыни, то есть это основа латыни, называли власть царя, получившего власть, ну, там, я не знаю, главное государственное лицо, получившее власть незаконным путём. То есть он не имел права на власть, а он его получил и стал царём. Ну, права были разные, наследственные там, причём там наследство, в наследственном праве там тоже были преимущественные, там за одним, там за другим, за третьим и так далее. Вот. И там целая градация была этих прав. И если кто-то перескакивал через голову, допустим, следующего там наследника, который обязан был получить наследство, вот, знаете, он узурпал. Узурпировал власть. Узурпировал власть. Нет, я сейчас не имею в виду, ну, сейчас, конечно, мы найдём всё. Мы найдём нашу жизнь и всё абсолютно. Сейчас всё найдём. Да. Но вот такая непосредственная, только первая, первая история, да, с королями, с крестово-наследниками и так далее, она как будто бы исчерпила себя. То есть она в том чистом варианте уже не существует, она и существует в другом варианте. Но тут всё началось. Была попытка узурпировать власть, да? Но слово «узурпировать» оказалось немного живым. И тут стало понятно, что возникает ещё одна история. То есть можно, оказывается, не только узурпировать власть, но и узурпировать некоторое крабо на что-то, на что бы перестало, да? Сейчас вот разберёмся в этом деле, которое тебе вообще-то нет. То есть занять чьё-то не своё, а чьё-то чужое мысло. И это не обязательно касается власти. Вот я об этом сегодня хочу рассказать. Я надеюсь, не быть очень многословной, поскольку всё это имеет прямое отношение к шеструю, с моей точки зрения. И ваша задача только одна – уточнять, если вы что-то не помните. Уточнять и спрашивать, где я это узнала. Потому что это важно. У нас самое важное – узнавать про источник. А вдруг я неправильно узнала? А вдруг я неправильно синтерпетировала? То есть мы должны научиться учиться. Вот наша задача. Вот. И сегодня, берясь за эту историю, которую я сейчас вам собираюсь рассказать, я собираюсь, ко всему прочему, в совместном усилии показать, как это работает в наше шеструюское общество. Как оказывается всё невероятным образом взаимосвязано. Значит, я узурпатор. Прошу прощения. Значит, я могу с этим не справиться. Кто-нибудь потом может узурпировать власть и сказать, что – о, нет, нет. Балует такого узурпатора. Вы можете справиться с тобой. Справиться, кстати, довольно просто – разоблачить меня. Моё знание – разоблачить. Сказать, это не знание, это она там что-то придумала. Нет, нет, нет. Никаких же доказательств этого знания нет. И я таким образом… Так, прошу прощения. Вот. Вот. Из чего я исходила? Я даже не помню эту точку, которая заставила меня заняться вот этой историей, о которой я собираюсь вам рассказать. Я прожила всю жизнь в страшном заблуждении. И в этом я укаюсь. То есть, на самом деле, человек, который… Это говорит о том, что, на самом деле, эти заблуждения мы накапливаем сами по своей собственной воле. Ну, то есть, мы думаем… Не пытаемся их разоблачать. Да. Не пытаемся их выяснить, уточнить. То есть, мы в себе не сомневаемся. Мне очень хочется, чтобы мы научились в себе сомневаться. Поэтому я рассказываю свою историю, чтобы вы осудили это. Ну, пуста. Я не знаю, как. Я сама это осудила. Много-много лет, страшно сказать, но сейчас я вам расскажу. Сорок лет. То есть, для вас это даже не представимо. Для некоторых тут сидящих тоже еще не представимо. А для меня это представимо. Сорок лет. Я жила в абсолютном убеждении. что все, все афоризмы, которые сыплятся на нас, ну, то есть, все какие-то высказывания, такие, очень значительные, абсолютно, ну, почти все, кроме каких-то точных отсылок там, к русской пасеке и так далее, ну, вот к мировой пасеке, они все сказали о Шекспире. Ну, по какой-то такой причине я была убеждена, что Шекспир высказался по любому поводу. У него во всех пьесах есть абсолютно любая тема. И если, кстати сказать, набрать в поисковике, набрать Шекспир, афоризмы, то вам выскочит огромный список этих воплодистов. То есть, на самом деле, так оно и есть. И вот в 76-м году, или 77-й, я точно не могу сказать, мы не очень уверены, что это ровно в 76-м году, но есть некоторые признаки, я вам говорящие о том, что, скорее всего, это было в 76-м году. Я прочитала одну книжку. Она очень загадочная разогласила. Причем надо сказать, что я только теперь, возвращаясь к ней, я многие эти годы ее не читала, не перечитывала, и я поняла, что она вообще-то называлась не так, как мне казалось тоже. Это тоже один из моментов моего заглуждения. Значит, в моей памяти она осталась как высказывание, как афоризм. Звучит он буквально следующим образом. «Против глупости сами боги бороться без силы». Похоже, нет, ну вообще на Шекспере похоже, правда? Он абсолютно спокойно мог сказать такую фразу. Просто я знаю, что некоторые уже знают, что это. Вот, и вот так вот эти слова. Я вам признана, что эта фраза ровно почему. Ну, хотя вообще-то на самом деле, когда я читала книжку, если бы внимательно читала, то я бы все-таки, наверное, там нашла только сноску, да, и что-то такое. Но книжка меня так вот захватила, вот так вообще мое воображение взяла, то есть, свечи, что я я видела только сюжет, видела рассказ, видела историю, видела смысл, видела какие-то невероятные там вещи, вот. И абсолютно, и вот уверилась, вот эта моя ошибка была совершенно за... мною как бы заперзила. Вот она, я заперзила, и все, и не проверяла. Вот. На самом деле роман называется «Сами боги». Спустя, спустя года я с удивлением узнаю, что только часть этой фразы, а фразы есть, это не выдуманная фраза, дала название этому роману. Это меня удивило, думаю, надо же, что ж там... Я очень хорошо помнила, и я и сейчас до сих пор, даже когда стала перечитывать, я поняла, что у меня память очень хорошая была. Причем молодая память, читайте побольше и запомните как можно больше, потом будете козырять, особенно, знаете, когда вам было где-то там 50 лет. Можно козырять вот всеми прочитанными книжками, которые ты прочел там до 20-30 лет. Потому что они очень хорошо сохраняются. И я очень хорошо помню, что этот роман состоял из тех частей. Первая часть называлась «Против богисти», вторая – «Сами боги», и третья – «Бороть себе силы». И это так и есть. То есть, на самом деле, как оно. В этом смысле есть. Таким образом, вот этот апаризм, он был разбит на части, но вот он осуществился и почти. И дальше больше. Я должна назвать автором этого, не автора апаризма, и мы подойдем на то, что пусть будет покрашек с ним. Потому что да, мы были уверены, что... Ну, пусть будет пока, мы поживем пока с этим знанием, нам приятно будет. Мы в этом знали. И тогда я говорю, Даду, теперь называю имя автора этого замечательного романа. Ну, перво-наперво – это фантастический роман. Сейчас это называется фэнтези, а раньше никаких фэнтези не было. Ну, именно фантастический роман. Так и называлось. Написал его один из лучших писателей-фантастов. Айзек Азимов. Айзек Азимов. Очень запоминаемое время. Оно нам очень пригодится. Да, оно нам невероятно пригодится, потому что сам по себе Азимов, Айзек Азимов – источник, фантастический источник знаний, которые нам пригодятся. Рассказываю про Айзека Азимова. Айзек Азимов родился в 1420 году. А кто мне скажет? Ну, догадка, хотя бы догадка, где он родился? Я скажу. Айзек Азимов. Нет. Айзек Азимов. Те, кто знают английский язык, понимают, что Айзек – это имя Исаак. Азимов, окончание Ов, нас адресует все-таки куда-то сюда к нам поближе. Ну, мы знаем прекрасно, что на Ов заканчиваются и болгарские, там всякие фамилии еще. Но это не обязательно должна быть. Но близко. К славянам. Да. И таки да. И таки да. Он родился в России в 1920 году. Родился он в Подсмоленском. Тогда это называлось, если я не ошибаюсь, Могилевская губерния. У него уже область, потому что это уже Советский. Уезжаю после революции. Вот. И буквально через… Но книжку написал на английском. Да? Вы знаете. Почему? Потому что ровно через три года после его рождения, как он сообщил нам. Он сам рассказывал о себе. Его родители положили его в чемодан и уехали в адрес. Прекрасно. Положили мне в чемодан. То есть он так нам рассказывал. Он не возможно. И это возможно. Проверить это никак нельзя. Скорее всего, конечно, это не было. Конечно, он как-то… Ну… Да. Вообще, это есть люди, которые придумывают свою жизнь точно так же, как и придумывают книжки, которые пишут. Вот. Писатель фантастик. Да. Они оказались в Америке. И надо сказать, что довольно быстро и легко росли туда корнями. Потому что родители оказались в Бруклине, в соответственно Найорке. И довольно быстро открыли кондитерский магазин. То есть они оказались людьми с чрезвычайной такой пиклинчивость. Видимо, у них какие-то были деньги. Они убежали из тогда абсолютно голодной России. В 20-й год это был голод. Это довольно страшное было время. И вот они, значит, там оказались. Вот. Для того, чтобы держать магазин, надо было, честно говоря, страшно много трудиться. С утра до вечера мама и папа, они, в общем, были на работе. Надо было делать что-то с этим мальчиком, которого они привезли в чемодане. Значит, никаких садиков не было, ни яслей не было, ни дома. Друзья Пастернака не было, куда можно было бы тоже сбросить. Это, кстати, сказать о том, что иногда ведь к нам можно сбрасывать людей. Мы за них несём отверстие. и мама делает буквально следующее. Она в метрике, ну она просто делает, подделывает муку. Она делает мальчика, в данном случае мальчика, нет, она остается мальчиком. она меняет ему возраст, то есть увеличивает время и отдаёт ему в школу. То есть он идёт раньше в школу. И оказывается, что это тоже хорошая речь, видимо. Потому что делать ему с вами нечего. Ну в школу так в школу. В школе все это интересно. И мальчик оказался в такой степени путливым, чудесным во всех отношениях, потому что он всё, как губка, впитывал моментально. Вся информация, которая для него шла, она становилась такой грандиозной, что он ни капельки не мучился в этой школе. Ему совершенно было там прекрасно во всех отношениях, потому что ему было чем там заняться. Он не сидел, не ковырялся в носу, не ждал, когда же наконец закончится этот уровень. Мы не можем вообще закончится ли он тогда-нибудь. Вот этого никогда не было у него. В общем, в результате оказался такой путливый ребенок, что он раньше поступил, он закончил вашу школу, он раньше поступил в твой колледж там такой специальный, потом поступил в соответственно в университет. Не спрашивайте меня, это еще в стадии моего изучения находится, поэтому каких-то деталей я вам точно не приведу. Но он, да, и сразу увлекся, страшно увлекся химией. По тем временам химия была очень востребованной наукой, невероятной. Она была ему страшно интересной. Ну, кроме химии, там, и физика, и всем, и математика, он оказался таким очень, очень путливым ребенком. И все это собирал, 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 собирал. Воображение у него рисовало самые невероятные вещи. И будучи еще совсем юным, он написал первый рассказ. Совсем еще молодым. У меня было 20 лет. Вообще, первое, по-моему, произведение он писал, что ты даже не в 11 лет. Понимаете? Уже была какая-то. Вот. Что это было за произведение? Это было, конечно, фантастическое. Потому что Динский больше всего тяготет именно к этому жанру. И он, используя свои какие-то знания, научные знания, он через них стал что-то такое слышать. А фантазия у него работала изумительно. И дальше больше. И наступил такой момент, когда он написал один раз, как дубой, уже такие большие. Он стал публиковаться в журнале. Его заметили, но его обратили внимание. Наконец написал такое очень хорошее рассказ. Его путь же опубликовали и сказали, что вот, наконец, родился совершенно замечательный фантаст. Вообще фантастов в Америке жилось хорошо. Такого их много. Мне кажется, они до сих пор в Америке процветают. Да, да, да. В основном, да. Вообще, мне хотелось бы изучить поподробнее, почему в Америке так хорошо получается фантасты и рок-музыканты. Да. Да? Да. В этом есть какая-то интересная вещь. Удивительная почва. То есть, мне кажется, что там что-то такое есть во всём. А ещё блюз. Блюз, джаз, ну всё. Мне кажется, что это всё одной какой-то категории вещи. Ну да, кровь. Он не занимается наукой, потому что он совершенно науко-центричный человек. Понятно, да, что это обозначает? То есть человек, который повёрнут, что называется, наукой. Наукой безумно обо всех проявлениях интересен. И что же со временем, что же… Таким образом встретились два дара – научные и художественные. Что из этого родилось? Из этого родилось, ну кроме того, что стали рождаться все эти произведения, да, там очередные. Вот. Но, по всему прочему, он оказался только невероятным, фантастическим, совершенно замечательным, действительно фантастическим. Я уже использую его как наше определение. Его популяризатор наук. Он стал рассказывать про науку так интересно, причём таким доступным языком, что сейчас существует на русский язык «Анцепли в землю». Просто я ещё раз вам даю это имя, потому что вас будет идти на встреча с самым замечательным, что можно вообще увидеть на свете и прочитать на свете. Это книжки Айзека Азимова, посвящённые химии, физике, медицине, а так называется, например, астрономии. Всем-всем-всем-всем. Он, например, написал, как работает сердце, как работает ум, как работает нервная система. Ну, написал это так интересно, что оторваться невозможно. Вы читаете, самое интересное, что когда он здесь пишет, наука находится на определённой стадии развития. Помогли, что она не останавливается. Сам Айзенов, например, по 2004-м, из 1992-го годы, 1872-го, когда он очень много, это не мало. Но при этом описал почти всё, а наука после 1992-го года ещё куда-то шагнула нервы невероятно. И эти книжки стали обрастать дополнительными знаниями. То есть, люди, которые стали их публиковать, они, естественно, должны их прокомментировать, сказать, что вот тут он не прав. И это ещё не менее интересное чтение. То есть, когда читаешь вот такую толстую книжку, прокомментированную, да, каким-то ещё специалистом, который с ним начинает спорить, это становится ещё более интересной и увлекательной вещей, занятием. То есть, он писал живые книжки, они должны быть в развитии. Они не могут быть забыты, даже если изменилось лицо науки. Наука меняется. Вот. И вот однажды, значит, доходит такой момент в его жизни. Он накапливает все эти знания, накапливает знания о научной среде, о людях. Он наблюдает, он невероятно наблюдательный. Он видит, как некоторые люди в науке тоже узурпируют власть. Вот оно ещё раз это слово. То есть, как часто возникают ложные научные величины. То есть, человек ищел, человек сделал своё имя на либо неблаговетном каком-нибудь поступке, потому что он украл чью-то идею такую, может быть, да, либо воспользовался, в абсолютный случай выброс его на волну этого успеха, и он этим воспользовался. А главное весь ужас не в том, что у него появилась власть в научном мире, и он оказался, поскольку он не чистый человек науки. Чистый человек науки всегда будет делиться, будет с огромным удовольствием в восторге открывать новые научные стила, там, таланты и так далее. А такой узурпатор, ему главное — создание этой власти, и не дать возможности молодым талантам развиваться больше. Правильно? Это простым способом, таким, простым описанием. Вот я пытаюсь добиться вот этого эффекта. И он этого насмотрелся. И таких людей он терпеть не мог. Вот в его жизни, например, был совершенно другой случай. Он придумал весь мир, читающий научно-фантастические романы. А таких людей очень много. То есть существует общество, которое обожает эти книжки и так далее. «Все знают, что три закона роботехники, робототехники…» Сейчас я не буду их называть. Кстати, если кто-то захочет вас в следующий раз эту тему взять на себя, это будет страшно интересно. Существуют определённые три закона. Их автор оказывается Айзек Азин. Я, например, думала, что Шекли, кто-то ещё там. Ну, какие-то были у меня. Я всё-таки не настолько была человеком посвящённым во всё это тему. Вот. А сам Азимов говорил, да ну, ерунда какая. Конечно, не я. И называл другую фамилию совершенно. Человек совершенно другой фамилии. Исследователи, конечно, нашли этого человека. И сказали, ну, вот вы же придумали этот гениальный закон. Три закона. Он сказал, да что вы говорите ерунду какую-то. Это, конечно, Азимов. Узурфаторов. Да. Это же Азимов придумал. Я только помог сформулировать. Вот как рассуждают люди, которые действительно заботятся об истине. Которые хотят найти истину. Не я победил. Не я главный. Не я сказал. Не я автор. А мы общие. Мы. Я и природа. Я и другой человек. И это совершенно замечательно. По-моему, это чудесное качество. И вот когда я узнала эту историю, я Азимову полюбила еще больше. Потому что мне кажется, что я уже просто к нему стала относиться к очень важному и родному и серьезному для меня и важному человеку. Что дальше стало? И вот понаблюдают все эти узурфации в науке. Более того, ужаснувшись и поняв, что вообще от этих людей так много зависит от узурпатора. То есть мир бы мог развиваться значительно более гармонично, далеко. И он шел бы в таком прекрасном, чудесном развитии. Если бы некоторые посты в этом мире, некоторые ключевые какие-то там позиции не занимали вот эти узурпаторы. Узурпаторы во всех областях – в науке, в медицине, если иметь в виду это, допустим, практикующие. Где угодно, в любой профессиональной области можно встретить узурпатора. Первый узурпатор, который приходит мне в голову из науки – это в советской науке был такой академик Лысенко. Даже я вспомню фамилию. Да, это один из узурпаторов в науке. Это была чудовищная фигура. Потому что, к сожалению, это было еще и чудовищное время. Если бы он просто не пускал бы там, допустим, в науку каких-то людей – это одно дело. Бог с ним, наверное. Бог ему – судья. Но он еще их уничтожал. То есть он писал доносы, делал там… Это было время таких… Несправедливое время, тяжелое время. Человека могли бросить в тюрьму, а даже казнить. Вот так. Это было в этом смысле очень страшное время. Вот. Вот он понаблюдал все, возвращаясь к нашему замечательному Азиму. Понаблюдал и понял, как невероятным образом, каким невероятным способом развивается наука, как от многого она зависит. И как на самом деле в науке есть страшные, опасные вещи. Если их вовремя не заметить, если вовремя не остановить – это тоже ведь все безумно. И еще один момент. Он прекрасно понимал, что такое Вселенная. Она огромная, невероятная. То есть, Господи, мы один из маленьких миров вообще всей этой Вечности, этой Вселенной. И может такое быть, чтобы только на этой планете Земля был разум, существовал разум, разумные существа. Где ведь они должны быть? Как с ними наладить контакт? Как? Думало. И это, если думать о планете. А если мы все продлились? Ведь существа могут быть здесь буквально. Параллельные миры. Да. И это тоже, между прочим, изобретение Азимова. Параллельные миры придумал Азимов. Я сейчас никогда не читала. Вот. Параллельный мир. Да, да. Параллельный мир. Или пара. Пара Вселенная. То есть, соседняя, рядом. Она здесь где-то. Как с ней наладить связь? Как найти способ выйти? Как найти способ, чтобы обнаружить эти существа? И может быть, это страшно опасно для нас, а может быть, наоборот, это невероятная польза. Тогда он пишет вот этот знаменитый роман «С чего я начала? Сами будем». Он пишет роман, который рассказывает в первой части против глупости, как очень недалекий человек с течением совершенно, ну абсолютно странных, дурацких обстоятельств обнаруживает чрезвычайной важности его. То есть, он буквально на столе у него, его лаборатории, он такой, ну абсолютно, ну такой ничтожественный, я бы сказала. Никто его даже и не любит, на самом деле. Он страшно обижается, кстати сказать, потому что вокруг него умные люди, они к нему с высокомерием относятся, а такие люди, у которых не очень хорошо, нету таланта какого-то особенного, они иногда бывают чрезвычайно уязвимые и такие злобноватенькие, я бы даже сказала. Вот. И вот на столе стояла такая долгая-долгие-долгие годы, даже не помнит кто поставил, до него кто-то еще поставил банка, она закрытая банка, в которой находился вольфрам. Что такое, мы не знаем, да? Это такой металл. И он стоит, и стоит, и ничего никак, ничего не происходит, и стоит. Вот. И однажды он обнаружил, что, и сказал, так, кто трогал, кто меня трогал эту банку? Потому что первое, что хотелось вам сказать, какие-то негодяи роются на моем столе, что-то берут и трогают эту банку. Что такое? Вот. То есть реакция у него была, ну, просто на противных каких-то этих мерзавцев, которые залезают на его стол и трогают банку. Кому до этой банки никакого дела не было, все говорят, я ставь погоню, зачем? Что там банка? Она здесь запылилась даже, ее смотрите на зону. Он говорит, ну, ведь там с этим добром что-то происходит, мы видим. И на самом деле, все бы так, наверное, и закрылось бы, если бы. То есть никакого любопытства к тому, что происходит, у него не было. У него был только, он был рассержен только одним обстоятельством. Чтобы кто-то взял его и в эту банку что-то поменял, положил. Вместо Вольфрама он видит что-то другое. И вот это случайное обстоятельство. То, что человек, который к нему подошел, или сказал какие-то обидные слова, или еще что-то, сделали вдруг невозможным, сделали из этого человека такую адскую машину. Дальше он уже работал, не останавливаясь, работал ровно на свое собственное самолюбие. Ничего больше, никакого желания узнать по-настоящему о том, что же там произошло с этим металлом, у него не было. Ему надо было доказать, что он все знает. Он знает, как выглядит Вольфрам, это Вольфрам, но кто-то его взял и переставил, перебросил, что-то с ним сделал. И он отдал этот кусочек металла в свою лабораторию. И через какое-то время к нему пришел человек из лаборатории и сказал, этого не может быть. Этого металла у нас быть не может. То есть на земле быть не может. Он его вычислил. Такая радиоактивная, радиоактивная металла. Вот следующее движение у него было. Конечно, это бросит все к чертой матери. И научного открытия нет, не будет, никогда не будет. Но я для того, чтобы все-таки не утяжелять эту всю историю, потому что я очень надеюсь, что я ваш аппетит пробудила. Вы наш аппетит уже пробудили. Да, и вы будете читать дальше, что же стало происходить с этим металлом, как он стал развиваться. И как через несколько лет человек стал новелецком. То есть ничто, абсолютно, никакая черта в нем не способствовала только обстоятельствам, только случаев, только рассерженность его какая-то на другого человека. Сделали. А дальше, так как получилось, вокруг него ходили люди умные, думали, как же это происходило. Некоторые думали, что он на самом деле великая, какая-то действительно серьезная, настоящая. Но они сталкивались с проявлением какой-то идиотской глупости. И никак не могли понять, ну как же такой глупый человек мог стать таким. И тогда нашелся один человек, который подумал, надо вообще рассмотреть эту историю поподробнее. Историю с созданием насоса. Это я расскажу, не буду сейчас рассказывать, вы это прочитаете. И вот таким образом пытливый, умный человек все-таки влез в эту историю и началась особенная жизнь. Ему было закрыты все туда, кстати, лазейки. Его чуть ли физически не пытались уничтожить. Ну понятно. Вторая часть этого романа, если вы помните, она называется... Нет, она невероятная, она волшебная. Она называется «Саним Глупом». Потому что Азимов делает невероятные вещи. Он своим воображением побуждает в правильном романе. И вы, уверяю вас, даже представить себе не можете, что он, как он описывает. Потому что это непредставляемо, кажется. Вот после того, как он написал, уже многие люди что-то такое пытались сделать. Вот. И он рассказал, что на самом деле вот есть такие существа, то есть это не один человек, это есть существа. Триоль. Триоль. То есть три разных существа, которые только в единстве существуют. И они должны, значит, и только в единстве в этом единстве они могут родить еще одно существо. Значит, это называется триоль. Триоль. Внутри этого существа, значит, каждый из этих существ называется, одна называется эмоциональ. То есть эмоциональ. Эмоциональ. То есть эмоциональ. Это такое существо, которое, ну, существо не совсем точное дело, потому что там нет этого, не употребления. Которое одновременно очень какой-то, ну, такой женственной привлекательностью обладает. Да? Очень умное, но еще и страшно любопытное. Вот это вот. И пистун. То есть человек, отвечающий за консервативное в жизни. То есть за ячейку, за общество, за детей, за воспитание. Пистун – это воспитатель. Вот такая штука. И вот они, значит, должны соединиться. Если встретиться, сначала они все-таки должны вот правильные, значит, одетатриолы соединиться, и потом, значит, одетатриолы. Все. Останавливаюсь здесь, потому что надо читать невероятно интересный проект. Как это все происходит и так далее. Вот. И существу вопроса. Вот это именно в этом мире и родилась. На самом деле человек, который здесь, на нашей планете, присвоил чью-то идею, он присвоил идею этого мира. То есть главным в этой идее были они. Но так легко было их вычеркнуть. Никто же не знает, никто же их не видел никогда. Вот. Они подсказали идею энергетического насоса. То есть мы хотим жить, мы хотим, поэтому у нас чтобы был постоянный такой перепост. И все время запас, только рост энергетический запас, и мы никак не страдали. Но это было счастье. И там, и там люди, и существа, которые бы решили, что это может быть страшно опасно. Вот такая история, которую я и остановлюсь на этом. А почему я это рассказала? Я ужасно хочу, чтобы вы это прочитали. Какое отношение это имеет к шестерке? Да. Никакого. Почти. Потому что все-таки и нет. Айзек Азимов написал такой универсальный роман, посвященный научному познанию, научному развитию, узурпации в науке, грандиозных возможностях науки открытия. И ко всему прочему еще он написал ведь это о том, что даже совершенно, даже существа или личности, назовем это так угодно, потому что мы в первую очередь личности, личности из пары вселенной, должны найти способ договориться, должны найти способ услышать людей. Это очень здорово. То есть таким образом он и людей собирает это делать. И что однажды было с Азимовым, я не знаю. Мне очень хочется, чтобы кто-то здесь, здесь в присутствующем, действительно этим человеком занялся и может быть что-то такое невероятное обнаружено. Но я не знала. Я узнала об этом совсем недавно в связи с тем, что мы организовали общество. А наступил такой момент, когда Азимов посмотрел на Шекспира. Он сказал, так-так, ну-ка давайте-ка разберемся с Шекспиром. Что-то там так интересно. Но самое интересное, что он сделал ведь не просто так, не просто о Шекспире. Что он мог рассказать о Шекспире? Какое особенное знание он? Мы не так много знаем о Шекспире. Знаем очень немного. И до сих пор еще Шекспир становится время от времени, становится такой мифологической фигурой. Кто-то время от времени вдруг делает такое открытие, говорит, нет, Шекспира не было, никогда в жизни не было. Вообще это был не Шекспир. Все, кто написал, это не Шекспир. Какая разница, было или нет. Он уже есть. Он уже существует. И Азимов написал такой путеводитель по Шекспира. Так он его и назвал. Причем это только я одну книжку пишу, а здесь вторая. Он взял его пьесу и стал его исследовать. И по тексту, а поскольку у него было знание по истории и так далее, он стал совмещать эти знания и так далее, он стал рассказывать об этих пьесах с точки зрения того, откуда это все растет. Понимаете? Он, например, задается вопросом, а был ли когда-нибудь король лет? Понимаете? И сначала получается, что вроде бы не было, а потом нет, 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 если посмотреть, то был. Ну, может быть, по-другому немножко назывался. То есть какая-то история где-то уже была в рассказах. Он стал заглядывать в историю, и вдруг оказывается, что вообще есть исторические источники. Да, они доходят до нас иногда в таких смешных пересказах. Люди там меняются. Вот, например, был ли по-настоящему Горбат Ричард III? Вот сейчас уже его как будто бы нашли могилу и даже обнаружили его там. Это совсем недавно, между прочим, произошло, как идет развитие истории, развитие вообще нашей жизни. И как будто бы действительно там что-то есть такое, был у него какой-то недостаток. А было даже такое время, когда исследователи говорили, да не был он Горбатым. Ну вот мы же видим картинки там, иногда какие-то до нас доходят, он не был Горбатым. Это его Шекспир сделал Горбатым. Но для нас он всегда останется Горбатым. Потому что Шекспир его так и писал. И мы всегда будем думать о нем как о человеке с неким очевидным признаком уродства, физического уродства. И это физическое уродство делает его более злобным, более таким тяжелым. Хотя это не обязательно, не со всеми это происходит. Мы знаем еще несколько уродцев чудесных во всяких отношениях. Там тот же Виктор Гюго, собор Парижской Богоматери. И вот это вот исследование стало тоже страшно интересным. То есть читать это безумно интересно. И таким образом он меня вывел на кого, вы думаете? На Гаврика, я сегодня об этом сказала. Конечно, не только он меня на него. Но так просто в воле обстоятельств получилось, что я недавно посмотрела Гамлета с Камбербэтчем. Многие очень видели его. Я надеюсь, что вас ждет прекрасная встреча с этим. Потому что это очень интересно. Это очень современный вариант Гамлета. Хотя есть некоторые условности в оформлении, в спектакле. Именно в самом. То есть это не то, что они ходят в таких же наших одежках. Но, тем не менее, ты видишь их сублементами. Все это очень интересно. И возвращаясь к разговору об этом замечательном театре. Помните, мы начали с чего? Я думаю, что когда делались пьесы. Вернее, нам сообщили об этом наши же участники шекспировского общества в прошлый раз. Когда делались пьесы, то обязательно учитывалась вся политическая, общественная обстановка в это время. И так или иначе она каким-то образом попадала в содержание пьесы, в рассказ пьесы и так далее. Потому что люди, сидевшие в зале, им страшно было неинтересно слушать истории про каких-то древних королей, которые вообще ничего с которыми не знают, никак их не связывают. Обязательно. Вы сидите, как восковые фигуры. Я прошу прощения, но, Галочка, если тихо, садись куда-нибудь, бери этот стул. У нас пока идет, молодец, дорогая, что приехала, я рада. Вот. И, в общем, короче говоря, сходи туда, в музей, возьми, пожалуйста, стул. Сходи в музей, возьми стул деревянный. В общем, короче говоря, возвращаясь к Гамлету. Я стала смотреть, во-первых, посмотрела еще Гамлет Энзефирелли, очень красивый фильм, посмотрела Гамлета. То есть я поняла, что мне очень хочется понять, чем же он у нас берет эта пьеса на протяжении многих-многих-многих-многих. Я думаю, что когда-нибудь мы попытаемся ее сделать. Почему нет? Да? Мы придумаем ее как-то и сделаем. То есть мы проанализируем, подумаем. Будем считать, что сегодня мы как-то начали подходить к этому. То есть начали замахиваться на нашего великого персонажа, шекспирского персонажа, то есть на Гамлет. Это очень важно. Можно я вот прям чуть-чуть врезу? Да, да, да. Это комментарий, что Гамлет – это народ, о котором мечтает каждый актер, который даже собачка в театре. И даже актрисы. И даже актрисы, которым вообще ничего никогда не светится, того же тем, которым светится. Для них вообще мечта всей жизни. Вот и хочется понять, почему. Более того, мы сидим в саду у Бориса Пастернака, в том доме, где он начал переводить Гамлет. Это тоже для нас важно, существенно. Более того, мы даже знаем, что Гамлет этот перевод совершил невероятное просто что-то с Борисом Леонидовичем Пастернаком. До этого ему свои тексты, свои стихи почти не писались. Очень тяжело шло. Это был такой творческий кризис. А Гамлет вдруг бас и открыл все эти, все каналы, все чакры. И он стал замечательным образом, в общем, существовать дальше как художественную единицу, как художественную личность. Да, он поменялся, да. Хотя ему, кстати, совет приводить Гамлет отдавал первый роман Рала, потому что, в общем, в переписке. Но это было до этого за несколько лет, как минимум. Вот. И понятно, что ужасно. Понятно, что в чем причина вообще. В чем же причина. И вот когда я посмотрела два фильма, три фильма, да, значит, 90-го года, я еще раз вспоминаю. Очень красивый фильм Деттерелли. Действительно красивый фильм. Потом посмотрела фильм Кеннета Брана 96-го года. Не пересматривала пока вот наш фильм Козенцева 64-го года. Но пересмотрела. Я помню, что когда я смотрела его последний раз, он не произвел у меня это включение. А надо посмотреть. Потому что надо понять, зачем его, да. Ну да. Зачем тогда он был. Вот. И плюс Камбербэтч. Совсем свежее, что называется, да, ощущение. На самом деле их без, знаете, гамлетов. Я думаю, что страшно интересно будет поглядеть и рассмотреть. Да, вообще. Вот. И тогда я взяла, конечно же, естественно, сам естественным образом, я взяла Айзи Козимова. И взяла, открыла именно Гамлетов, да. Надо сказать, что он пишет, рассказывает о пьесах так, что если ты не прочитал до этого предыдущие пьесы, например, Король Лир, у него был первоначальный, и Цембелин, вот, то ты, ну, все-таки что-то будешь терять. Потому что он говорит, помните, я вам говорил там, помните Король Лир, да. То есть это важные вещи. Поэтому он именно исследует Шекспира. То есть благодаря его пьесам, изучая его пьесы, он его исследует, как, что, откуда идет информация, он ее в истоке. Заодно он рассказывает какие-то особенности, исторические особенности Англии. И это, кстати сказать, вот, путеводитель по Шекспиру английские пьесы здесь. То есть, ну, понятно, что как будто Гамлетов, это не совсем английская пьеса, там, да. Но в этот момент он рассказывает, Дания, Англия зависла от Дании. То есть это было такое мое. Да, есть какие-то нестыковки по времени, но это то, что допускает любая фантазия. В конце концов, что такое пьеса? Это фантазия. Это человек волен написать, это же не исторические исследования, он не имеет права нигде, что называется, покачнуться там даже в сторону неправды. А это вымысел, это художественная такая вещь. Вот. И когда я начала читать, я, конечно, совершенно поразилась. Я думаю, господи, ничего же я не прочитала это раньше. Ведь это довольно много. До того, как я посмотрела. Да, 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 до того, как я посмотрела. Потому что это же очень важные вещи, которые мимо нас проходят. О чем же там? И думаю, что люди, которые разбирались с этими пьесами, особенно режиссеры, каждый раз режиссер ведь для него новый повод рассмотреть. Хороший режиссер это делает ровно для того, чтобы повнимательнее посмотреть его собственное время. Это так и есть, так как и Пастернаков сделал. Вот. И вот, в частности, он... И когда я стала читать, я понимала, значит, что я, господи, как мимо меня много прошло. Вот. Единственное, что он взял не пастернаковский перевод, он взял перевод Лозинского. Почему? Потому что перевод Лозинского более литературный, он более точный. Угу. Ближе к оригиналу. Да. Он как бы ближе, ближе, ближе к оригиналу, он по тексту ближе. Вот если Лозинский переводил Гамлета как факт литературы в первую очередь, потому что литература, в общем, не должна ничего меняться, то Пастернак поставил другую задачу. Все-таки это как факт театра. Театр меняет, вокруг жизнь меняется, и она что-то акцентирует иначе. Она смысл вытаскивает чуть-чуть другие. Когда он переводил Гамлета, вокруг него была тяжелейшая обстановка. Это было еще довоенное, 39-й год. И то, что творилось в его собственной стране, было каким-то образом настолько чудовищным, тяжелым, с происходящими вокруг арестами и так далее. И друзей, когда вытаскивали из теплого дома и теплые постели, выводили туда, пропадали вообще никуда один. Иногда друзья окончали жизнь самоубийством. Это невероятная какая-то атмосфера, она как бы заритмовалась у него. И поэтому Шекспир потребовал от него другого перевода. Ни дословного, ни точного. А здесь именно разбор нужен дословный перевод. Хотя, по-моему, короля Лира, он брал именно постынаковского. Переводчик, естественно, это не сам Азин. И вот он, например, такой берет вещь. Разбирает один маленький кусочек. Он говорит, сцена первая, акт первый. Значит, Горацио, это друг Гамбрута, говорит, такой же самый был на нем доспех. Это он описывает, как он видел призрака отца Гамбрута, да? Тень отца Гамбрута. Такой же самый был на нем доспех, когда скичливым бился он норвежцем. Вот так он хмурился, когда на льду свирепой схватке разгромил поля. Что привлекает в этой штуке, в этой штуке, в этой штуке Азинова? Лед. Где это, когда это на льду? Какие норвежцы? Да еще тут, значит, с Англии или там зданий. Ну, проанализируйте. В основе должно быть какое-то событие. И вот он пишет, что Норвегия действительно была частью датской империи. Свена и Кнута, это королева, возникает соблазн видеть в подвигах, приписываемых покойному королю, отражение исторических завоеваний этих датчанков. Вот это он так рассуждает. Что же касается поляков, то как нации, они сформировались в 10-м. Мешко 1-м. Который правил с 960-го по 992-м. Вы знаете, сколько вы знали? Замечательного Айзика Азимова, да? То есть, понятно, что он, конечно, пользуется и какими-то источниками. Это не то, чтобы он так совсем все здесь держит. Но тем не менее. Вот. Ну и дальше он так ведет в осуждение. Значит, после смерти Болеславы в 1025-м году стремление Польши к новым завоеваниям уменьшилось. В 1031-м году Кнут отобрал Польшу в Восточную Померанию. Так что упоминания о столкновении с поляками исторически достоверны. Что же это нам дает? Но! Почему на льду? Сражение поляков и датчан в Восточной Померании происходило не на льду. Можно предположить, что Шекспир слышал о такой битве, происшедшей где-то на востоке. После смерти Кнута Дания в течение нескольких поколений воевала с восточными язычниками. То есть как бы участвовало в крестовом походе. Спустя век эту задачу взяли на себя немцы. Около 1200-го года был создан Рыцарский Тевтонский орден, который постепенно завоевал южные побережья Балтийского моря, вытесняя датчан. К 1237 году они овладели территорией, на которой ныне находится Эстония, Латвия и Литва. Используя эти земли как плацтарм, орден планировал вторжение в Россию, которая в то время не смогла устоять перед непреодолимым натиском монголов. Ну видите, он даже монголы не совсем точно определяет. Ну да. Ну не важно. А Россия какое-то. Свободным от прямого монгольского правления оставался только Новгород на северо-западе России, выплачивая монголам огромную дань. Именно Новгород непосредственно ограничил с новыми завоеваниями тевтонских рыцарей. Кстати сказать, монголами они вполне... Это у нас татаро-монгольская языка называлась, а в Европе, скорее всего, так и называли монгольское, поскольку шли от монгол. Это, скорее всего, поэтому привычно для нас читание татаро-монгольское, у них осталось только как монгольское. В то время Новгородом правил князь Александр. Ну-ка, ну-ка, ничего не говори. В 1240 году он разбил шведов в битве на Неве. Александр Невский. Неподалеку от современного Санкт-Петербурга, за что получил прозвище Александр Невский. В апреле 1242 года он встретил в токшести тевтонских рыцарей на тающем льду озера Пейпус, Чудского озера. По-эстонски это звучит Пейпси-Ярф. Ярф – это озеро, Пейпси-Ярф по-эстонски. Он действительно частично на границе, по которому сейчас проходят границы между Россией и Эстонией. Лёд не выдержал веса тяжело вооружённых немецких всадников, и их войско было уничтожено. Русские одержали громкую победу и положили конец экспансионистским устремлениям тевтонских рыцарей. Вот понимаете, даже российскую историю. Выложен туда за листья кое-что узнать и разогнать. И оказывается, в Шекспире даже это знание где-то есть, понимаете? В форме льда. Вот. А всего-то надо обладать таким поразительным любопытством, эмоциональдию надо стать, да? Любопытством, которое позволит, прицепившись к одному слову. Почему лёд? Ребят, ну там не могло быть, да, сначала. Почему Шекспир сказал лёд? Вот выяснить вот эту историю. Мне кажется, что это то, чем мы должны заниматься в нашем шекспирском обществе. Вот так вот. Штучка за штучкой. Верёвочка, ниточка за ниточкой. Верёвочку вытаскивать какие-то такие совершенно замечательные во всех отношениях истории. Ну и закрывая сегодняшнее сообщение, которое в основном было посвящено Айзику Айзимову, я должна сказать, что Айзик Айзимов мой аппетит до такой степени раззадорил в отношении Гамбута, что я сейчас намерена посмотреть всё возможное Гамбута. Почему? Потому что он утверждает, и я пытаюсь это найти, и в некоторых фильмах это действительно сразу считается, что Гамбут, вернее так, брат отца Гамбута, ставший королем, узурпат. Ну, приходим к слову узурпатор напрямую. Узурпировал власть, потому что добился его нечестным путём. Он убил отца. А надо сказать, что даже при том, что при тех обстоятельствах, при которых он получил власть, то есть когда умирает один, когда умирает отец, главным и первым, это по правилам того времени, это тоже было исследовано, было известно, и Шексперу было известно в том числе, главным наследователем власти должен был быть сын, а не брат. Сын, а не брат. И таким образом мы понимаем, что в этой пьесе всё-таки главное, как бы мы не хотели, и как бы мы от этого не уворачивались, и как бы мы не искали других поводов для вот этой страсти Гамбута, своей страсти быть или не быть. То есть решить ли этот вопрос, отомстить ли за гибель отца и так далее, всё-таки в основе будет лежать вопрос о власти. И, конечно, вот на протяжении всей этой главы, посвящённой Гамлету, Азия Казимов, нам доказывает, причём доказывает убедительно. Иногда ты можешь там сказать, ну, это, пожалуй, не обязательно, но всё-таки более или менее это идёт в одной куче, что главное для Гамлета было вернуть себе трон, то есть добиться власти ради торжества справедливости. То есть не в отношении себя справедливости, а в отношении своего собственного народа, жизни и так далее. И тогда пьеса обретает какое-то особенное и важное очень изучение. Абсолютно политическая история. Хоть это и человеческая история, но она ещё и политическая. И для Шекспира она была именно политическая. Это было важно. У нас, кстати, мне кажется, в наших трактовках она была совершенной. А мы, да, у всех по-разному. Ну, нельзя сказать, что это... И, кстати, сказать вот насчёт... Ну, нет, мне кажется, что если сказать, что вот все эти страсти, все эти смерти, если так упрощённо привести к этой формуле, что всё, что произошло в этой пьесе, а в этой пьесе произошло что-то жуткое, то что все погибли. Все погибли. Ну, странный друг, как? Ну, бороться он просто потому, что он не вступал, не вписывается в эту историю. А все остальные погибли. А они... Согласиться с тем, что это ради... Это только ради власти, ну, очень трудно. Потому что вот когда там Вичер Третий убивает и всё, там чистой воды, да, власть. Абсолютная власть. Вот вершина, трон наверху, навласкиваться в сласть. И вот там это главное, да? А что касается Гамбеку, то, конечно, никакого разговора о власти вот в таком контексте. Мы неприемлемы, мы не хотим, мы с этим не соглашаемся. Но, может быть, мы не правы в чём? Потому что всё зависит от того, как посмотреть на власть. До сих пор мы относились к ней, к недвижению. Ну, то есть мы не хотим быть где-то на вершине власти, да? Любой интеллигентный человек никогда не может этого хотеть. Это очень важные какие-то вещи. То есть ты лучше от этого держаться подальше. Но, может быть, стоит на этот вопрос посмотреть несколько иначе, изменить собственный взгляд. Не обязательно идти на эту вершину, но рассмотреть как возможный вариант, что кто-то хочет туда попасть, чтобы сделать мир лучше. Это возможно. Это возможно. И тогда мы не будем столь категоричны к этому. И, может быть, Гамлет действительно станет нам ещё немножко понятным. Потому что, если честно, я по-прежнему не знаю, чем же он так хороший. Даже вот сейчас мы это обсудили, мне кажется, что мы обязательно должны его прислать и обнимательнее в тексте, причём сравнить с английским текстом обязательно, да? Потому что мы теперь уже понимаем, а в английском тексте есть. Поэтому, кстати, скажите, известие есть. Вот. И чтобы понять, в конце концов, может быть, сделать мир лучше какому-то обобщающему виду. Прошу прощения, это был час. Час абсолютной моей эзакуации вот этого пространства. Я замолкаю. Я очень надеюсь, что мы будем продолжать дальше рассматривать это. Я очень надеюсь, что информация об Азимове попала куда-куда-куда. Да? Я очень надеюсь, что вы будете большими фанатами его вот этой совершенно замечательной популяризаторской деятельности вот в виде книжек. Очень надеюсь. Вот. И будете с нами этим делиться. Хорошо? Да. Прекрасно. Ну, ладно. Все. Кто вы в следующий, Веруслав? Ну, я, опять же. Все. Я как изурпатор. Посмотрите. Посмотрите. Николе я не вырываю кусок. Я чувствую, что у нас сейчас будет большое пресечение, поскольку я решила... Я, опять же, очень все инвентаристично и теоретично иду от себя. На первом занятии я сказала, что для меня в первую очередь привез таким навязываемым изображением, которое везде штампуется. на всех, как бы, вот здесь, везде штампы мы уже видим. И, так сказать, было первое, очень, изображение, потом уже сознание. Гораздо позже. И до конца. Такое, не спрещущее, проходящее все время. Вот. Поэтому я... В прошлый раз, как раз у нас была тема захвата. Да? Помните, когда я показывала кусочки видео, там, Симпсон, он употребил. Симпсон, конечно, все шуточно обыгрывает, что вы хотите, а потом сброшу этот кусочек, там, он говорил, «Узерт Паттер». Ну, это подробно. Нет, ну, это не я придумала это слово. Возьмем любое место, какое, этот зал, любую роль, какую. «Узерт Паттер Тро» то же самое. в «Уме» тролик, по-моему, в театр, в воде попадает, а не что, что за пьеса. Да, да, да. Нет, это очень распространенная, вообще, пипец. исторические, да, да, да. Если про «Узерт Паттер» то даже рядом. Ну, и еще, вот, с наукой я сегодня пересекусь, тоже с точной, с наукой неожиданной достаточно. Но, опять же, судя по всему, у Шекспира абсолютно ожидаемо. И вопрос, который я хочу просто поднять, тоже уже сегодня изучал, это довольно, такой, неиспорный вопрос, но я его все равно люблю, потому что это такой детектив, да, мне нравится такая детективная история в этом сюжете. Вот, но я, в общем, да, про лицо Шекспира хочу поговорить. Вообще, мы видим постоянно разного Шекспира, удивительно большое количество Шекспиров, я сегодня вам покажу, насколько они могут вообще отличаться, да, эти Шекспиры. Но, вот, я провела маленькое такое исследование, что, какой, какому Шекспиру верить, да, какой является подлинным Шекспиром, да, настоящим. Потому что, вот, даже эти два Шекспира, у нас не совсем похожи, хотя имеют очень много общих черт, в сравнении с тем, что вам предстоит увидеть. что мне удалось узнать в моем исследовании, что вообще, на самом деле, мы показываем, вообще, на самом деле, что интересно, каждый, каждый юбилей, вдруг появляется, возникает открытие настоящего Шекспира. вот, был, значит, рождение у нас Шекспира, день рождения, 445 лет с дня рождения Шекспира было, в 2009 году, кажется, что такое, да, я сейчас не знаю, что не дружу, да, там был, появился Шекспир, все, открыли новый портрет, о нем все говорили. В 2015 году, почти вот, уже подходя к 16, было открытие, сейчас я вам про него расскажу, оно как раз было удивительно научно, удивительно литературно, но все равно, все сводится к тому, что, на самом деле, у нас есть два Шекспира, которые, действительно, и принято считать, что это, вот, подлинное изображение Шекспира. Вот, первый Шекспир, который появляется, это надгробный памятник, вот, как раз, в Стретфорде, да, в его городе, в церкви Святой Троицы. Кстати, к слову, Оперия, да, он везде по-разному изображается, где-то есть, или нет, на первом памятнике Эспиром, тоже такой символ, да, вот, у нас, шифровывается, как бы с вами, явление, вот, то есть, такой, старинный его вид, вот он, здесь черно-белая фотография, его регулярно перекрашивают, его реставрировали достаточно давно, ну, вот он, какой был такой, он и остается, и вот его уже цветная, ну, это тоже он, да, цветной Шекспир, то есть, мы считаем, в первую очередь, что вот это и есть истинный вид Шекспира, но, естественно, он везде разного возраста, то есть, поэтому он здесь выглядит более таким, уже, скорее, свой последний возраст, значит, что мы знаем об этом памятнике, что, опять же, всегда загадкой, почему-то, оказывается, художник, или скульптор, или тот, кто его создавал, потому что это все тоже вопросы, это был именно скульптор, или его дядя, или его папа, то есть, все время, все время какие-то третьи лица у нас появляются, четвертый, пятый, но здесь, якобы, это Джерард Джонсон, и еще, сразу предупрежу, портретов будет очень много, у меня больше десяти, все они называются каким-нибудь, или в честь художника, или в честь семьи, которая имеет портрет, поэтому у них такой, Чандосовский, там, Яс, какой-нибудь еще, Чистерпильский, да, такой-то, какой-то, вот, поэтому, если у вас возникнет вопрос, почему таким прилагательным называется, да, это в честь семьи, которая владеет этим портретом, здесь у нас Джерард Джонсон, который же Герард Янсон, еще одна проблема, да, как прочитать имя, сейчас я вам прочитаю самый знаменитый его портрет, да, самый главный, там тоже будет три варианта имени, этого, как бы, название этого портрета, ну, здесь у нас есть вот предполагаемый скульптор, который создал портрет, и смотрите, какая история, портрет создан между 1616 годом и 1623 годом, предположительно, в 17-17 году, как это вообще все вычисляется, да, почему в 17-17, ну, в любом случае уже понятно, что это после жизни, да, но, поскольку это вот совсем недавно был Шекспир, да, если он в 16-17-18, значит, скульптор его, скорее всего, виден, все-таки помню, да, или он его помнит, а может, он его не видел, может, ему описывали вот сразу, как только стало понятно, что нужно слышать, ведь Шекспира нет портрета, значит, мы стали описывать. Ну, по крайней мере, кто-то должен быть, который его видел и сказал, да, похож. да, наверняка был какой-то еще, тогда мы застали, почему, значит, мы думаем, что это до 23-го года, потому что вот как раз фолио, да, первое выходит, шекспировское, в 23-м году, вот, и сейчас мы уже поговорим про второй портрет, вот здесь он уже тоже, вот это 23-й год, то есть это, тоже после смерти. Да, это, якобы тоже после смерти, я рисую все. Валентина, почему такой известный человек своего времени не имел подводства? Вот, опять же вопрос, да, но сейчас мы к этому придем, я хочу, чтобы вы тоже со мной подумали, и потом мы будем пастернать сюда, подключать, как он вообще по этому поводу высказывался, да, потому что лиц Шекспира очень много, в то же время нет ни одного, да, вот, такая загадка. Ну вот, да, значит, здесь у нас следующая информация, я буду подсматривать свою шпаргалочку, значит, вот, первое издание въезд Шекспира, да, было в 23-м году, с ним прилагался уже вот этот, то есть это уже в лосве памятника, да, получается, появляется, то есть, соответственно, скорее всего, наш памятник этот создан до 23-го года, потому что в 23-м году появляется это. Но, тут есть такой следователь, который утверждает, что есть эпитафия на этом памятнике, да, и она принадлежит, якобы, она, скорее всего, была написана до 18-го года, то есть, судя по тому, что до 18-го написаны эти слова, то, значит, скорее всего, до 23-го года будет сухой портрет, то есть, четко в промежутке между 16-го и 18-го очень низко в жизни самого Шекспира, да, поэтому, скорее всего, действительно, это очень надежный источник. Во всяком случае, так принято считать, вот, у меня есть информация, что памятник кристаллировался в 1748-м году, то есть, памятник очень надежный, наш, уже за один век, да, весьма надежный, а здесь, все-таки, прерыв небольшой. И стихотворение, которое, вот, написано, да, в этой эпитафии, она прям ближит Бенни Джонсону, да, известная фигура, тоже, если хотите, можете его начинать расследовать, да, кто он был. Во время от времени, да, его называют настоящим автором текста. это наш первый, первый претендент, да, Бен Джонсон, первый претендент на лице Шекспира. Сегодня это имя уже, еще будет, на памятнике такое, такое стихотворение, у меня есть перевод. Стой, путник, удели времени у твоего пути, прочитай, если можешь, кто здесь положен. Это могила Шекспира, с которым умерла вся природа. Ничто не украшает камня лучше всего именно, так как высокий смысл его произведений подчиняет ему живое искусство. И вот, и есть английский вариант. Такой, в двух Шекспира написано. «Стой, пассажер, why, гост thou by so fast? Read, if thou count, whom envious death hath lost, within this monument, Shakespeare, with whom quick nature died, whose name doth deck yet own, far more than closed, sigh only hath writ, leaves living art, with page to serve with a В общем, очень в духе. У меня, к сожалению, здесь выскажено немножечко текст, поэтому я читаю. Микровизация, мне кажется, происходит. Значит, первое – памятник. То есть, верим практически мы лицу. Второе – здесь начинаются вот эти веселые слова, да? Гравюра Мартина Дрюсхаута, Дройсхута, Дрюсхаута. Если найдете четвертое, не будет удивительно. Дрюсхаута, это один и тот же человек, поэтому они тут занимаются вот как бы три произношения. Это английский игрозор в фламандской школе, который как раз вот на первом фоле, на текенном виске, изображает вот этот шекспиров. Вот он. Давайте проверим. Это. Да? Это он? Да, да, да. Упадаем. Угу. Поэтому здесь у нас очень достоверное настоящее шекспир стоит. Вот. Будет ли там еще один? Это третий у нас. И этим все заканчивается. То есть вот эти два портрета это единственные два подных портрета. Но вы же видели гораздо больше, правильно? И я думаю, что, кстати, памятник вам меньше знаком, чем вот эта. Да, да. что еще можно сказать? Опять же, совершенно неизвестно. В общем-то, ему описывали или он видел шекспира? Вряд ли он его видел, потому что ему было всего 15 лет, когда жил шекспир. И вот здесь появляется эта теория, что на самом деле это не сам этот фламандский бревер сделал, а его дядя или его папа. Опять не точно все. Есть такие попытки, есть такие источники. Как он его рисовал, как изображал, непонятно. Однако совпадает с надгробным памятником. То есть он мог смотреть. То есть могли эти люди взаимодействовать, может быть, у них был один источник. Это вопрос, да? Может быть, он смотрел на память. Ну да, он смотрел на память, который был явно, теперь мы снимаем, создан до 23 года. И на этом, в общем, заканчивается наша, как я сказала, подлинная вещь. Опять же, вот этот портрет, который Друшаусский портрет, да, или как он там, Дройс Худский, или Дройс Хаундский портрет, наша фигура, Бан Джонсон, скажу, что это английский поэт, драматург, актер, современник Шекспира, да, или сам Шекспир? Вопрос. Вопрос. Да. Он отназвался, что это хорошо, четко представляет внешность Шекспира, да, то есть у нас есть такое подтверждение, вот, очевидца от современника, бюстсный скож, и есть еще одна такая картина, она, правда, была уже в 17 веке создана, Бен Джонсон и Уильям Шекспир. Написано, что Бен Джонсон и Уильям Шекспир Бен Джонсон и Уильям Шекспир, 1603 год, 18 век, да, то есть, получается, самый ранний вариант, да, играют Шекспир и Бен Джонсон, но, насколько это так, опять же, мы не можем сказать. Посмотри. Есть такое вот, да, это вот, якобы Шекспир и Бен Джонсон, посмотрите, здесь мы видим, да, похож ли он, Шекспира. Шекспир, это, это, да, Шекспир, но, да, ну, да, какое-то представление же, да, ну, опять же, мы точно, точно не можем сказать, потому что, вот, и, наконец, третий портрет, вот его там можно откопать, просто бюджет, это Чандисовский портрет, который тоже очень похож, да, он очень похож, но он уже не считается абсолютно подлинным портретом, да, и, смотрите, есть больше деталей, да, здесь очень, да, сейчас он очень известный, да, сейчас он очень известный, вот как раз, не просто его я все время видела на своей, вот сейчас на петрате, да, вот он, но он уже не считается вот именно подлинным-подлинным портретом, и, опять же, этот портрет, понимаете, в чем дело, это ведь прижизненный, вопрос в том, есть ли прижизненный портрет, то есть все эти посмертные, да, вот этот памятник, а при жизни кто-нибудь его, почему его не изображали при жизни, да, вопрос? Самая большая загадка, всех остальных изображали? Может быть его и не было никогда, может Дэн Джонсон все время не было, или кто-то еще, вот, может быть это вообще какая-то такая мистификация? Подождите, есть же целая книжка, тоже, да, где они там, в том-то все и дело, что так много, а последнее было, у нас, нами даже было же, Венециан из Венеции, еврейка из Венеции, это и была Шекспиром. Ну, вы смотрите, Прочандосовский портрет, можно сказать, что он создан в первом десятилетии 17-го века, да, 17-го, то есть близко всего, якобы, возможно, опять же, все время своего рода, Джоном, Тейлором, имеет сходство с этим портретом, да, и считается каноническим портретом Шекспира, но опять же, он красивый, замечательный, очень хорошо иллюстрирует, но не может быть считаться. предполагаемый портрет молодого Шекспира. А, вот его у меня, кстати, нет. Вот вам еще один. Да, вот еще один в коллекции. Да, да, да. Художник, опять же, неизвестен. Да, да. 1585 лет. Еще есть очень известный портрет Герарда Зёста, или, он еще называется, угадайте, как Сойстовский, потому что он или Зёст, или Сойст. Опять у нас, да, художник, да, вот этот портрет, якобы, вот этот свой портрет, он основал вот на том, который Чандосовский, который у нас там уже, да. Ну, опять же, это уже фантазия, скорее всего. Наиболее, наверное, реалистичный. И он, да, он очень реалистичный, вы, как художник, да, разбираетесь. Как раз все остальные, они такие, поддерживают образ. Да, здесь прям есть вот жизнь, да, как бы человек. Человек прям, ну, прием, ну, другого. Так, что еще нужно сказать, что есть книга, вот я обнаружила, в своем исследовании, что есть книжка, она очень смешно называется, «О прекрасный Шекспир, я повешу его портрет», в котором следует, где, 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 там, что и какие портреты. По-английски называется, написала вот Дэвид Пайпа, эту книгу, и она называется по-английски «О, sweet Mr. Shakespeare, I'll have his picture». Вот, такой вот, значит, забавный оборот. Что еще? Очень часто все эти портреты висят дома у семей, из поколений в поколение передается. И вдруг они решают, о, а почему бы нам не сопоставить, это вообще Шекспирма, а не Шекспирме у нас висит. И вот как раз в 2009 году произошло открытие вот этого Кобовского портрета. Это тоже известный портрет. Вы его видели. Посмотрите. Я думаю, его знаком. Да, я тоже. Тоже считается, что это молодой Шекспир. Ему здесь, по-моему, 39 лет. Моложе. Моложе, чем предыдущие версии. Он связан вот с этим. Они похожи. Это тоже считается Шекспир. Уже абсолютно, конечно, из области фантастик. То есть, может быть Шекспир, может быть нет. И вот этот портрет как раз обнаружили в 2009 году. Он принадлежал, он, как известно, принадлежал Генри Ризли, графу Сангемскому. А это еще один у нас Шекспир. Это еще один Шекспир. Запишите его, Генри Ризли, граф Сангемский. Генри Ризли. У него тоже есть портрет. Он знал тоже Шекспира лично и, скорее всего, был его покровителем таким. То есть, это одна теория, что он у нас был таким. А покровителем литературным, опять же, кое-какие... Насколько я помню, его строки в его собственном произведении четко там где-то закладают на Шекспира. То есть, отсюда сделали вывод. Но это надо исследовать. Может быть, каждый может взять фигуру определенную. Я вот могу его взять, за него взяться, за Генри Ризли, и рассказать, почему он Шекспир или не Шекспир. А вы можете взять Байна Джонсона, или посмотреть, что это имена, кто предполагаемый Шекспир. Мы на троих собрались. Да, можете тогда выбрать... А вот можно еще добавить один такой момент, просто, что потом, кажется, не к слову будет, но не забыли. Несколько к портрету имеет отношение, а сколько к главному актеру Шекспирского театра Бербиджо, если я не ошибаюсь, да? Его фамилия Бербидж. Дело в том, что... ...и логической последовательностью. То есть он не начал с короля Аббиджа. Ну, сначала был Ромео Живи. Ну, какие-то такие молодые сначала, первые, да? Актеры веселые. Да, 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 и веселые, и молодые. В основном эти главные такие... Так вот, один из исследователей утверждает, что это происходило ровно потому, что главный актер старел. Старел. Старел, да, да. Это, кстати, сказать, еще раз говорили, что Шекспир был какой-то очень... И, скорее всего, скорее конкретно, потому что обязательно бы это разоблачение возникло, да? Если есть такая история, в ней есть такая последовательность, то какое-то количество людей с Шекспиром просто сотрудничали очень долго, понимаете? Они должны были где-то сказать, как-то или разоблачить его и так далее. Я не знаю. Может быть, это и не очень точный посыл, но, во всяком случае, вот информация к размышлению, она какая-то хорошая. Так, еще. Сейчас я вам покажу. Ну, Зесты я покажу. Сейчас я вам запутываю свой портрет, у меня как-то много. Вот есть тоже известный портрет такой, но это уже, собственно, тоже... Флауэр. Портрет Флауэр. Флауэрский. Это, по-моему, по-моему... Он начинает похож такой. Да, он как-то уже идет, по-моему, просто... Ну, может быть, это уже, по-моему, портрет с портрета... Да, да, да. Вот как они появляются? Портрет с портрета. Кстати, что говорит вот в сторону этого Кобовского портрета, что это Шекспир, потому что копии... Вот именно оригинал, да, вот позировал этот человек. Вот оригинал нашли только в 2009 году, якобы, да, и было очень много копий с нового. И ученые считают, что если сняты новые копии с такого портрета, значит, человек известный будет, очень известный. Соответственно, возможно, это Шекспир. Вы сейчас влюбитесь, где только люди не находят Шекспира, и аккуратно... Вот я могу обратить внимание ваше на этот портрет, который был написан в 20-м веке армянским художником Ирландом Кочаром. Поэтому Шекспир здесь на фоне Арарата. Который, на самом деле, Армении не принадлежит. Ну, конечно, да. Который, кстати, не принадлежит Арарат. Армения, да, это тоже... Существенно, да, существенно, да. Вот здесь совсем не похоже на Шекспира. Муж считается, что это возможно Шекспир. Здесь, мне кажется, больше похоже на предыдущий портрет. Ну, да, они все сидели друг за другом. Вот художник вы уже сидите, да? Сколько мы видели портретов, допустим, от того человека разными художниками сделаны. Конечно. Иногда, ну, бывает такое ощущение, что это совершенно просто разные люди. Нет, ну, как раз они все похожи. Да, да, да. Вот еще. Это Шенекер. Но они похожи почему? Потому что была очень определенная мода. И все, наверное, были похожи друг на друга. Такие, да, такие, да. В принципе, если у тебя длинное худое лицо. Да, да, да. Определенная прическа, да. Трусики, борода, да. Может быть, у них у всех какие-то специфические настройки. Ну да, и прическа. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. У старьевщика просто. И вдруг решили, что это его маска. А потом нашли вот такой пакет, который раньше, чем нашли маску. Где она похожа, видите? А это якобы стоит как раз Бен Джонсон. И он диктует. То есть это наш знакомый вам сюжет, да? Вот этот самый первый. Он рассказывает, как выглядел. Он говорит, да, 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 это похоже. Он рассказывал скульптору нашему фламандскому, да. И держит еще вот эту маску, которая похожа на ту, которую потом нашли. Видите? Сколько таких историй. Просто если каждый этой истории посвятит время, то это будет огромное следствие. Вот. И вот мне нравится очень вот такое. Семья Сандерс очень долго держалась у себя по Тедру, потом поняли, что это молодой Шекспир. Вот здесь он 39, там был 46, а здесь якобы 39. На 39 не тянет, да? Почему он как-то не очень похож. Да нет. Почему похож? По-моему, он меньше всех со стороны. Да, ну, они тоже указают, что это Шекспир. И там есть какая-то портрет. Нет, ну, просто, действительно, все же зависит от художника, от его умения, от его, как бы, манеры исполнения. Конечно. Вот модельяне давайте попросим Шекспир. Да, попросим, да. А между тем, вот, некоторые портреты у него очень точно, когда смотришь на эти самые, Герборовские, там еще там, очень точно. Да. Это поразительный вопрос. Вот еще Шекспир. У меня этот очень много. Более того даже могу рассказать. Ребят, я сейчас вам расскажу еще туда же историю по поводу портретов. Лич. Потрясающе, потрясающе же был скульптор Джаконетти, да? Вы знаете, да? И он же, вот эти маленькие линии, фигурки, вот эти ноты, вот эти линии. И он, я смотрела фильм о нем, ну, я вообще к нему с нежностью отношусь. Вот. И он рисовал портреты, причем делал это в такой очень своеобразной манере. Поскольку человек все время движется, и ему важно было поймать это движение. И он такими мелкими-мелкими-мелкими-мелкими. И когда ты смотришь потом на этот портрет, то ты, ну, вот же человек, а вот же это. Что ж ты не видишь? Кажется. Да, первое, что приходит к голову, что это такая очень особенная творческая манера. Как бы заштриховано не так вот по этому, а вот именно движение, движение, на движение, на движение. Он улыбнулся, потом он нахмурился, и все это вместе оказалось здесь же на этом самом лице. То есть заставляет вспоминать еще портреты Пабло Пикассо, да? Там тоже есть такая как бы одновременность некоторого присутствует. Вот представьте себе, рассказывает человек в этом фильме, рассказывает, когда в жизни не виделась бы женщина, покажет бы портрет. Не, наверное, не видел. Живой, живой в жизни. Я видела только этот портрет. И одна же он отказался на светском раунде, подошел к нему и сказал, это вы, это вас писал в комменции, это ваш директорный портрет. Он узнал его. То есть, ну, он просто другими законами пользуется. Вот что, что. Это вопрос о художественной манере и момент узнавания. Где, когда? Если у тебя правильно устроен глаз, то узнаешь. Да? Правда? Мне кажется, что это очень. Я забыла упомнить тот факт, что, видите, по этому портреты еще делают заключение о том, что до какого статуса дошел Шексперт, да? В своем возрасте. Вот эти вот кружева, это итальянское кружево, очень дорогое. Показывают. А-а-а. Разбогател. Эти портреты, они еще показывают нам, да? Вот этот статус. Статус. Статус истории. Но, наконец, подхожу к своей любимой научной теме, которая тоже очень забавно получилась. В мае 2015 года Марк Риффитс Биллоу, по-моему, кажется. В общем, в любом случае его интересует ботаник. И он для того, чтобы писать о таком, то есть персонажа Джуэль Джерарда, который был периодером по книге Статане, то есть такой главный концерт. Он находит книгу 1598 года, которая называется «Травник или общая история растений». Приставит эту книгу старинную и обнаруживает в ней для какой-то цели четырех персонажей, людей нарисованных. И с помощью опознавательных знаков, то, что они держат в руках и с каким-то ним гербами, он начинает их идентифицировать. У него остается только один. А все очень явные. Остается только один. И он понимает, что это шиппир. Поскольку книга 1598, то это прижизненный наш портрет. Покажи, ну-ка. Он выглядит вот так. Немного. Немного мы получаем. Но поскольку эта книга такая... Грявый, опять же, заняток. Мне кажется, он будет лавров вылечить его. Вот он держит... И он держит вот некоторые тоже такие загадочные атрибуты, которые потом расшифровываются. Относят его к Лунири и Адонису. Адонису и Титандру. Титандру. То есть шифр идет за шифровым там его треницей. И вот это просто формально. То есть каждый... Будьте уверены, что каждый кайфер не покатиться, или подтвердаться, подтвердить Шекспирой. К чему все это рассказывается? Вот это моя любимая тема, которую можно исследовать. Потому что, как я и говорила, детектив. Нет лица, или есть лица. Значит много людей, или один человек, или отсутствие человека. Поэтому было бы здорово узнать, кто еще такой Шекспир. Может быть это Брэн Джонсон, а может быть это Ризме. Поэтому давайте мы можем их посмотреть. И можете также посмотреть, что думают по этому. Это вот Пастернак. Это у него есть шекспирские заметки. Там у него есть четкий ответ на то, был Шекспир или нет. И ответ очень интересный, да? Как он это рассматривает. И начинаешь верить, что да, согласен с Пастернаком. Поэтому если интересно, что это будет. Нет, ну мы должны, наверное, наше домашнее задание. Нет, ну это как вам угодно, да? Поскольку может у вас другие есть какие-то цели. Ну да, это важно, да. Главные вот источники этого. Ну вот из того, что я следую, я и шекспировскую, и в Википедии у меня была, признаюсь честно, и шекспировская энциклопедия, и очень интересное исследование нашла в ДЖИ одного человека. Но в любом случае там была вот эта книжка о прекрасном Шекспире, я повешивала в паре, которая мне просто уже название. Очень нравится. Я думаю, если кто задаст целью такую, художественную работу, нужно вычислить очень много подробностей. Ведь у всего этого, когда начинаешь каждую версию эту исследовать, ты ей всегда веришь. Потому что она так точно, всегда расписана. И каждый вот этот вот, тоже персонаж, который якобы шекспир, все время начинаешь верить, ну как не точно, он не точно был шекспир. и при этом, нет, все-таки шекспир. Ну вот, друзья, друзья, я думаю, что даже сегодня, может быть, не надо так долго делать. Я тоже думаю, что уже мы все... Да, потому что такой сегодня довольно... ну вот, единственное, только хотелось бы узнать, что-нибудь есть, какое-то желание, чем-то еще даже поделиться? Да. Ну давай, потому что это же... Там даже есть, надо еще делать как-то. Ну ладно. Так. Вот, начинается еще... К вопросу о том, как вы видите Шекспира. Нашелся еще один портрет. Еще один портрет Шекспира. Даже не только Шекспира, а еще и... Вы знаете, что, я бы здесь обязательно нарисовала дачу пастера. Да, на фоне дачи точно. Давайте. Саду. Ну, как вот на пони-бор, значит, это прекрасно. Так, и что? Кого вы здесь видели? Ну, посередине я изобразила Шекспира, Шекспира, и вокруг актера его театра. Так, хорошо бы вот немножко было, чтобы было видно. Давай мы не ставим там. Давай. Чуть-чуть поднимем, чтобы попадала в камеру. Вот. И он, написав новую пьесу и какие-то новости рассказывает всем актерам. И актеры как-то с интересом и вдохновением все это слушают вообще. Угу. Угу. И Шекспира я брала почти со всех портретов, которые собиралась собрать, как бы, по словам, по словам. А вот можно, можно сразу, сразу вопрос. Возникает вопрос. Мы знаем, что в шекспировском театре женщины прекрасны. А мы, кстати говоря, это не успели обсудить, потому что вот это не превзвещало от человека. Нет, нет, это же ничего не отменяет. Значит, для этого, для того, чтобы появилась женщина, конечно, персонажи-то женские, господи, сколько там у него, и какие прекрасные, да. Значит, это выбирался. Самый молодой актер труд, и мальчик, конечно, были мужчины только. Вот. И наряжался в это платье, и дальше он играл. Так что здесь, среди этих персонажей, нет ни одной женщины, чтобы вы все знали. Хотя, по ощущениям, они есть. То есть, это переодетые, молодые люди. Да, и сразу как-то так, в общем, я их узнаю. Мне кажется, что даже не желая, это обязательно как-то должно было выйти, оно выходит, по-моему. А есть ли люди постоянно стареющиеся? Вот. Бербидж. Бербидж, по-моему, да? Мне кажется, что там он даже есть. Бербидж. Сейчас. Да, его надо там пройти. Да, сейчас, сейчас. Сейчас мы его найдем, потому что, по-моему, если я... Мы настолько еще пока не вошли в эту тему театра. Вообще, надо уже погружаться, да? Мне кажется, тексты надо брать. Я предлагаю вообще уже Гамлетом заняться, да? Да, да. То есть, мы его начали тогда? Как тогда в другой раз? Да. Это я потеряла вашу. Прекрасный шок. Кстати, в нашем обществе есть такие видео Ромео и Джульетты на английском языке, такой краткий пересказ есть для тех, кто чуть поменьше. Мы его в прошлый раз слушали. Ну что, это очень здорово. Это начинается, это так начинается. Теперь, мне кажется, современные вложения. Да, если мы будем делать, вот действительно будем сейчас разбираться с самого билета и знаметом, надо нажать туда, и начинать вымывать эти персонажи, смотреть, вытаскивать, вспоминать, как они там, прочитаем эти записи, и тогда у нас постепенно начинает собираться такой видеоряд на сайте. Потом это войдет в книжку. Мы обязательно сделаем именно шекспировскому посвященному. Спасибо. Да, это через наш сайт наверное. Тут еще, кстати, тест. Мы вчера прошли. Наш шекспировск. А, вот это все надо набирать, да? Шекспировск. И там вот есть две ссылки, на это можно самим выполнить. Просто задания эти английские, которые мы на видео выполняли. Угу. А вы на шекспировск. Вот это есть, да. Хорошая книжка какая-то, у вас домашняя, да? Это моя любимая. Я очень интересно, как раз я ее читала. Сейчас не обращаюсь. Значит, и нам надо всем перечитать это. Какой же смысл у нас? Вот поэтому и смысл. Что мы делимся. Если кто-то, захочет Азимова вот это, мы будем его предложить, потому что важный текст, да? Вот мы сейчас как раз уезжаем. Может быть, я думаю, успела себе купить когда-нибудь, там почитать? Ну, вот имейте в виду, что это я купила в лабиринте. Я поняла. На всякий случай. Но я поняла, что я нашла эту самую замечательную покупку, которую я сделала за последний вид. Я тут сейчас не соориентируюсь. Вы смотрите, Ричард Бербетш, да? Да. Главный актер шекспировской труппы. Причем тут автопортрет он даже сам себе нарисовал. Вот он. Может быть, вполне. Надо посмотреть, годится ли эта теория. Потому что, посмотрите, когда он родился, каким он был. Может быть, Шекспир его уже в труппе встретил пожилым, но он ведущий актер, значит, он играл все роли. Вот что важно. Да, с какого года он... Да. Вот узнать бы про него тоже хорошо. А вот, кстати, сказать... Видите, к вопросу о нашем. Вот здесь изображен Натаниэл Фил, замечательный актер и драматург, прославился в детстве как исполнитель женских аллей. А почему? Представляете? Вот это вопрос о том, что мы только что говорили. Действительно, женщины там не играли. Нет уже, не было женщин. Кстати, неплохо узнать, почему их играли. Действительно ли это была дискриминация, или это не поощрялось обществом, это считалось плохой профессией. Что это тоже интересное? Ну, может быть, у него был отдельный такой театр, где играют только мужчины. Ну, как-то такой... Нет, это было, как говорят, что это было правило для всех театров. Но, может быть, какие-то были театры, где это нарушалось. Это тоже интересный вопрос, да? И в связи с чем это нарушалось? То ли это некий вид дискриминации, или это считалось недостойным для женщины занятием. Очень могло быть именно так, в первую очередь, что это не хорошо. Потому что, да, в то время женский статус меняется. Я не знаю, тоже в своей лекции это не присматривала. Да. Там менялся статус, это был как бы ремиссант, был именно английский, и там женщина, как бы, стала таким... Человеком, к которому обращались, в своей лекции... И... И... Интересная тоже тема, да, для исследований. Ну, по крайней мере, хотя бы какое-то представление об этом иметь надо, да? Это же было повсеместно, но театр Кабуки, он же тоже древний просто. Да. Мужчины. Они и сейчас продолжают, только мужчины туда не пускают никогда женщины... Да, потому что они сохранили его, что он не будет. Да, да. Это важно для них, такое белое лицо делают полностью, да, так. И... Вообще вот эта история в отношении женщины и театра, что это такое... Кажется, что тоже интересно посмотреть. И когда вообще, наконец, женщина получила возможность? Потому что, вообще-то, актриса... Сара Сивенс, например, знаменитая актриса лондонского театра. Ну, понятно, что это, по-моему, и 18-й, и... Ну, что, может быть, 19-й? Ну, уже... Кэмпбелл... Ну, а у нас, по-моему, театр же родился из... Как они называются? Петрушек? Нет. Ну, это понятно. Нет, с... С комародкой. С людьми... Это ж только как... Крепостные могли быть. А, ну, да, да, да. Это... Крепостном, да. Ну, это, действительно, такой... Совсем... Ну, да, тут получается, что... Крепостные... Как бы с них... Ну... Поскольку... Крепостные, собственно говоря, подневольные люди... Да. И... Там вообще не рассматриваются вопросы морали, или, там, нравственности, и так далее. То есть это... Он тем принадлежит как вещь, да? Отчасти. И многие же... Так их и использовали как вещь. Поэтому их не заботилась... Ну... Как говорится... Нравственная, да? Сторона дела. Это, может быть, вот в этом смысле. Еще. И только вот эта Полина Женчугова стала... И то ее надо было браку законить. Она... Только тогда, когда он женился на ней... Да. Шереметикова. Тогда это стало возможным. И вот после этого, наверное, какой-то толчок... Да. И, кстати, после этого она перестала играть. Да. Только она стала... Перестала быть крепостной, как она... Ну, там, может быть, еще, потому что она детей родила, но, конечно, разные. Еще надо вот заглянуть в историю вопроса. Женщины и театр. Мне кажется, что это, среди прочего, страшно интересно. Да. Шекспир нам дает для этого Пола. Вот мы его... Используем. Попытаемся... Попытаемся использовать. Все. Друзья... Спасибо большое. Нету больше никаких, потому что, может быть, мы, действительно, сегодня узурпировали так власти, что... Мы сегодня отдались в руки узурпаторов. Да, да. Вы отдались. Ну, вот, в следующий раз мы будем молчать, а вы будете говорить. Ладно? Договорились? Да. А когда в следующий раз? Значит, давайте решать. Когда вы можете? У нас 22-й будет. У нас еще дорога. Значит, мы... Поскольку кроме нас сегодня здесь никогда нет, то мы назначаем встречу. Значит, назначайте встречу. Может быть, на середину августа. Давайте. 13-й. Да, есть 13-й. Это суббота, есть 20-я. Я угадала. Давайте 13-й. Давайте 13-й. Ну что, наша следующая встреча состоится 13-го. Спасибо огромное, Дан. Очень рада. Очень рада была с вами встретиться. Очень интересно. Она тоже будет.